Ну что ж, как я и обещал, начинаю разбор с состава сборной России, который был выбран Карпиным на ближайшие матчи нашей национальной команды. С вами снова Константин Калуцкий и давайте разберемся, как поменялась сборная под руководством нового тренера, какие здесь новички, какие интересные нововведения, а какие вопросы, возможно, появились у меня к Валерию Карпину касательно выбора состава. Правда, я вот сразу скажу, что по сравнению с Черчесовым, который порой делал такие дикие вещи, что хоть стой, хоть падай, Карпин — это, знаете, глоток свежего воздуха. Это просто небо и земля по сравнению с предыдущим наставником. Поэтому сразу отмечу, что в целом состав более-менее понятный, приличный и, как мне кажется, Карпин достаточно логичен в выборе исполнителей. Но все-таки определенные претензии у меня есть, и я их тоже выскажу, чтобы быть объективным и чтобы вот в этой, ну не то чтобы бочке меда, но в этом позитиве, чтобы появились и определенные нотки сомнений, чтобы не было все настолько хорошо, потому что нужно быть объективным. Мы, конечно же, ждали смены наставника. Мы все не взлюбили Черчесова за последнее время, и мы его критиковали. Но давайте будем точно так же строго подходить и к Карпину. Все-таки Валерий Георгиевич — это сейчас главный тренер России, тренер национальной сборной. Поэтому будем его тоже критиковать, если будут поводы. В общем, поехали. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калуцкий21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус — три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Начинаем с вратарской позиции. Тут у нас Гильерме, Дзюпин, Александр Максименко и Сергей Письяков. И вот здесь, на мой взгляд, больше всего вопросов возникнет. Ну, касательно Акинфеева, известно, что его приглашали, но он отказался. В общем, нужно, наверное, смириться с тем, что Игорь закончил выступление в сборной России и, в отличие от Жакова, возвращаться не будет, сколько его не упрашивай. Касательно выбора голкиперов, ну, Дзюпин, я думаю, ни у кого не вызывает вопросов. Касательно Гильерме некоторые сомневаются, но, на мой взгляд, Гиля по-прежнему полезен. Да, у него, конечно, есть чудаковатость на выходах, но, в целом, Гильерме сейчас один из лучших голкиперов страны. Касательно Максименко и Письякова, тут есть вопросы. Письяков, ну, скажем так, многие восприняли это как блат со стороны Карпина. Вот он взял своего бывшего подопечного по Ростову. С какой-то точки зрения, возможно, это так. С другой стороны, мы помним, что Черчесов тоже вызывал Письякова. А он, вроде как, не был блатным для Станислава Салановича. Объективно говоря, Письяков неплохой голкипер, хорошего уровня, со своими плюсами. Ну, помните, как Карпин хвалил его за игру ногами и так далее. Поэтому есть тут определенная логика, но все-таки, знаете, если уж совсем цепляться, я считаю, что в составе вратарей не хватает Белинова и Кайцука. Либо хотя бы одного из них. Да, Кайцук пока что, ну, только начинает сезон в Португалии, но вспомните, как он в прошлом сезоне себя показывал. Он был признан одним из двух, по-моему, лучших вратарей португальской лиги в прошлом сезоне. По оценкам, если не ошибаюсь, вместе с Андерсом Фернандесом. Но, так или иначе, один из лучших вратарей португальской лиги, который, напомню, находится выше нашей в таблице коэффициентов UEFA. Я считаю, как минимум, его взять вместо Письякова это был бы вариант. Ну и Белинов, ну, опять же, я персональный фанат этого голкипера. Он в последнее время уже не так крут, как пару-тройку лет назад. Но я считаю, что он по-прежнему один из лучших голкиперов страны. Поэтому, если бы начальником был я, наверное, выбрал бы Дюпина, Белинова, может быть, Максименко. Чтобы подтащить молодого, ну и плюс Кайсука. Но, с другой стороны, хотелось бы отметить, что сам Карпин в своем интервью, пусть и косвенно, но заметил, что здесь, ну, скажем так, выбор вратарей во многом ложился на Кафанова. На тренера вратарей в Рубине, в Ростове, который долгое время работал с Бердеевым. Последнее время работал с Карпиным в Ростове. Ну, а сейчас является тренером вратарей в российской сборной. Для справедливости отметим, что это выдающийся специалист. При нем очень многие голкиперы прибавили. Многие говорят, что это лучший тренер вратарей в России. Поэтому давайте здесь доверимся данному специалисту. Во всяком случае, на этом этапе сезона. Спасибо за то, что Шунина нет, во всяком случае, в национальной команде. Многие спрашивают, почему нет здесь Сафонова. Но, вы сами видите, Сафонов нестабильно начал сезон. И, как бы, в последнем матче Краснодара он оказался на скамейке запасных. Что было, прям, скажем, неожиданностью. Но, видимо, там что-то не так. Либо с его формой, либо с чем-то еще. В общем, голкипер, который оказался на скамейке в клубе, оказался вне состава сборной. Защита. Наша Ахиллесова пята. Дивеев, Фернандес из ССК. Макеев из Локомотива, Чистяков, Караваев, Джикия, Осипенко, Самошников, Терехов, Кудряшов. Ну, знаете, такая пестрая подборка исполнителей. Много игроков в защите, что, может быть, косвенно намекает на то, что сборная будет играть в три центральных. Тем более, что Карпин в своем интервью очень много говорил про то, что Терехов и Кудряшов могут играть третьего центрального защитника. Видимо, эта схема так или иначе будет наигрываться. Возможно, против хорватов, где нам, скорее всего, предстоит много обороняться. И вот здесь в целом, в целом, подбор исполнителей вопросов не вызывает. Слава богу, без Семенова, который откровенно не тянет. Слава богу, Марио Фернандес передумал и все-таки остался в сборной. А были слухи, что он закончит выступление за национальную команду. Многие спрашивают, какого хрена здесь делает Кудряшов. Но давайте будем откровенны. Федя неплохой защитник, толковый, боевитый. И, в принципе, как универсал, который может сыграть и слева, и в центре, он может быть полезен. Он, кстати, в этом плане похож на того же самого Терехова, который дебютирует в сборной, и это большой плюс. Вообще, появление Терехова и Осипенко, новых защитников, я считаю, это очень удачное нововведение. Осипенко, вот вы можете это проверить. Я уже пару лет говорю о том, что Черчесов должен был вызывать Осипенко, что Осипенко сильнее того же самого Семенова. Теперь мы видим, что Карпин его подтянул. Кто-то скажет, что, опять же, это по блату, потому что его футболисты из Ростова подтянут в сборную. Но, ребят, Осипенко реально лучше того же самого Семенова. Чистяков, кстати, тоже почему-то говорит, что это по блату. Но Чистяков в конце прошлого сезона во втором круге это основной защитник «Зенита» фактически был. Игрок очень высокого уровня, и учитывая, что у нас мало центральных защитников, классных, я считаю, Чистякова нужно было вызвать. То есть здесь нововведение, на мой взгляд, хорошее. Касательно Кудряшова, вот я про него забыл высказаться, многие говорят, что не в тему, но это боец, это футболист, способный закрыть позицию. Но, объективно говоря, у нас мало вариантов, которые могут его заменить. Кудряшов как левый защитник, допустим, если его рассматривать таковым. Кто его может здесь подменить? Заика, допустим, из Сочи. Но он, потому что универсал, может играть и слева, и справа. Набиуллин, но он слабовато начал сезон. Не знаю, кто там. Кругового кричат фанаты «Зенита» некоторые, и в частности, мой дорогой товарищ Антон Ванюшов. Но Круговой мало играет в «Зените» последнее время. И Чистяков тоже мало играет, но он в прошлом сезоне произвел сильные впечатления. Короче говоря, здесь в защите, что называется, не до жира быть бы живу. Здесь приходится собирать все более-менее дееспособные силы нашего футбола. И из этого формировать команду. В принципе, у меня вопросов по защите практически нет. Но, может быть, единственное, что вместо Кудряшова, может быть, вызвать Заику, который может сыграть на нескольких позициях, и справа, и слева, и в атаке. Но, в целом, все адекватно. Любопытно, кстати, что Маккеев появился именно как центральный защитник, хотя он универсал, и может играть в том числе и в центре поля. Ну, может быть, это, кстати, и дополнительный плюс для него. Это тоже учитывал Карпин. Касательно полузащиты. Баринов-Жамалединов из «Локомотива», кстати. Самое большое представительство именно из «Лока» здесь в сборной. Мухин, Головин, Ерохин, Кузяев, Зобнин, Бакаев, Зелимхан Бакаев, конечно, Миранчук, Фомин, Захарян, Макаров, Ионов, Черышев. В принципе, большая группа футболистов, и особо у меня вопросов нет. Ну, то есть, Жамалединов-Баринов из «Локомотива» без вопросов. Мухин. Вот тут многие начали возмущаться. Вот, мол, он такой секой, слабенький игрок. Но давайте будем объективны. Среди опорников Мухин, наверное, один из самых сильных таких стоперов классических в нашем чемпионате. Да, он пока не встраивается в систему ЦСКА. Но ведь он в сборной будет играть не в системе ЦСКА, а в другой. А как чистый такой бульдог пятый номер, он, в принципе, может подойти. Да, конечно, здесь можно рассмотреть какие-то альтернативные варианты, в том числе из ЦСКА. Там хреново тучи игроков. Там, не знаю, Обликова. Можно взять того же самого, хотя он в последнее время левого защитника играет, тем не менее. Можно подтянуть, не знаю, еще кого-нибудь. Ахметова. Хотя, там, бог его знает, чем-то закончится. Красной карточкой, не бойся. Но так или иначе, Мухин – это молодой, работоспособный футболист. Единственное, что может быть, вместо Мухина можно было вызвать Куликова из «Локомотива», его бывшего напарника по красно-зеленому клубу, который, в принципе, на мой взгляд, сейчас действует уместнее. Но, опять же, он действует уместно, потому что «Локомотив» более выстроенная команда при Николиче, и там все понятно и ясно. А вот что касается Мухина, он все-таки сейчас находится в кризисном ЦСКА. Поэтому здесь неравноценная ситуация. Мухин в рамках определенных схем может быть очень полезен, как чистый пятый номер. Головин, но без вопросов. Ерохин. Кузяев. Ну, Кузяев, конечно, многих разочаровал своей игрой против «Локомотива», нарывался на красную, но футболист полезный, согласитесь. И, кстати, один из тех игроков, кто теоретически может закрыть проблемные фланги обороны в схеме с темиоцентральными. Ну и вообще, Кузяев, как универсал, мастер на все руки подойдет. Ерохин. Я думаю, что, в принципе, Ерохина можно рассматривать как четвертого нападающего. Учитывая, что в «Зените» он как раз-таки выходит вместо Дзюбы в последнем матче на позиции напарника Азмуна. Вот, пожалуйста, интересный вариант. Опять же, Ерохин как такой универсал и центральный хавбек, и фактически нападающий. Зобнин, Бакаев. Ну, Зобнин при всей критике в его адрес заслуженный. Все-таки по-прежнему один из лучших центральных хавбеков России должен попадать. Бакаев. Вот Бакаев на самом деле смущает. Да, он в этом сезоне, конечно, получше выглядит, чем в прошлом. Но, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, тот же самый Мостовой, Зиньковский, они могли бы быть актуальны в качестве таких вот фланговых футболистов. Кстати, у меня есть вопросы и по некоторым другим позициям в полузащите. Все-таки, например, Ионов. Да, полезен, да, Ростовский, опять же, знаком с Карпиным, но я считаю, что тот же самый Уткин из Краснодара был бы полезнее с его-то фантастическими штрафными. Ну и вообще Уткин выглядит в последнее время очень неплохо. Динамовская молодежка Фомин, Захарян, Макаров. Без вопросов актуальные игроки очень нужны. Макаров тот же самый должен заменить сборной другого Динамовца, Лисового, который был бы главным технарем. Например, в прошлом сезоне Лисовой был лучшим среди россиян по обводкам, поэтому здесь нужен такой же фланговый игрок с обводкой. Вот, пожалуйста, Макаров. Хотя ему, конечно, сейчас тяжеловато, он только пришел в новую команду, но тем не менее. Кстати, касательно Захаряна спрашивали уже у Карпина, а не сделано ли это специально, чтобы сборная Армении его не смогла заиграть. Но я думаю, что это никак не связано, просто объективно Захарян реально очень толковый парень, и он должен попадать в сборную. Ионов, но я сказал, можно вместо Ионова вызвать кого-то еще. Там Уткина, Зиньковского и так далее. Варианты есть, повторяю. Но и Денис Черышев. Отлично начал чемпионат Испании, заработал пенальтис, который был забит первый гол. И у меня есть ощущение, что этот сезон у Черышева, если дай бог он избежит травм, может стать очень сильным. Потому что тренер Пепе Бардалас, который сейчас возглавил Валенсию, мне кажется, ему Черышев очень даже подойдет. Ну и нападающий Смолов, Заболотный Тюкавин. Здесь я уже высказался касательно отсутствия Зюбы. Отдельный ролик был на эту тему. Соболев тоже не впечатляет. Камличенко пытается отчаянно перезагрузить карьеру, но пока что тяжело это у него выходит. Полос, ну совсем мы про него забыли. Что касается Кокорина, ну про живых трупов, либо хорошо, либо ничего. Короче говоря, вариантов на самом деле не так много. Чалов тоже только вот начал забивать. В последнем матче забил гол. В общем, нападающих вроде как много, которые могли бы помочь сборной. Но у всех какие-то проблемы. Здесь Смолов, понятное дело, сейчас объективно лучше нападающей России. Заболотный, да, травма, да. Главное, чтобы он восстановился. Но он полезен. Он полезен, важен, потому что он может быть таким таранным нападающим альтернативой для Смолова. Ну и Тюкавин. По Тюкавину есть вопросы. Я считаю, что он все-таки заслужил свой вызов. Потому что он старательный, молодой, подвижный, такой легкий танк. Если позволите, Заболотный это тяжелый танк. Типа, не знаю, там КВ-2 или ИС-3. А вот Тюкавин это ПТ-7 какой-нибудь, условно говоря. Или Т-34 средний танк. То есть подвижный, но при этом боевой и атлетичный. Хороший нападающий. Тем более сыгранный с динамовской молодой плеядой. Но из нападающих, возможно, возможно, есть все-таки определенная альтернатива. Например, Сергеев из Крыльев Советов. Ну, вроде неплохо начал сезон. И его, кстати, хотели вызывать еще, когда Крылышки были в низшей лиге. Возможно, Сергеев бы пригодился. Но опять же, я не могу сказать, что это прям вот такой косяк, что вот обязательно нужно было вызывать Сергеева вместо Тюкавина. Был вариант, но я не скажу, что это прям вопрос к Карпину. На мой взгляд, это вполне себе равноценный на данный момент личности. У Тюкавина есть преимущество над Сергеевым. То, что он дольше выступает на высоком уровне высшей лиги и так далее. Ну и, возможно, по стилистике Тюкавин больше нужен Карпину. В общем, я считаю, что состав в целом логичный. Вопросы основные по вратарям. Но здесь вопросы, получается, не столько к Карпину, столько к Кафанову. А Кафанов это лучший вратарский тренер России. Поэтому давайте ему доверимся. В общем, состав, как мне кажется, логичный, при этом проблемный. Потому что очень многие футболисты травмированы. Многие футболисты выдали не самый лучший старт сезона. Поэтому Карпин исходит из реальной формы футболистов. Берет тех, кто сильнее на данный момент. И это правильно. Просто подписывать там, я не знаю, старичков-разбойников и тянуть в сборную Зюбу, потому что он капитан сборной и так далее. Вопреки их реальной нынешней форме. Это глупость. Карпин на эту глупость не пошел.